Северная земля Северная семирамида, тортюв в юбке и короне, фелица, великая и премудрая матерь Отечества, преемница Петра Первого и просто милая Фике. Одним словом, Екатерина Вторая. В январе 1744 года юная Фике вместе с матерью прибыла в Россию в качестве невесты Петра Третьего. Уже через полгода она перешла из лютеранства в православие и получила имя Екатерины Алексеевны, после чего была обручена с наследником русского престола. Вступив в брак, Екатерина продолжала трудиться над своим самообразованием. Она сразу стала изучать русский язык, историю, православие, русские традиции, так как стремилась понять и искренне полюбить Россию, которую считала своей новой родиной. В июне 1762 года был совершен дворцовый переворот. Петр Третий не оказал должного сопротивления в борьбе за корону, и на престол взошла Екатерина Вторая, одна из величайших правительниц России. Время правления Екатерины Великой считают золотым веком в истории Российской империи. Ей удалось значительно расширить границы государства и укрепить его авторитет на международной арене. Приглашение европейских колонистов в Россию стало важным шагом в преображении территорий Российской империи. Манифест о дозволении всем иностранцам в Россию въезжающим поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах был опубликован 22 июля 1763 года и содержал конкретные правила и условия переезда, перечень льгот и привилегий колонистов, а также дозволял селиться во всех губерниях. Предоставляемые манифестом льготы и количество свобод были беспрецедентными. Среди них – свобода вероисповедания, бесплатный проезд до места поселения, право свободного выезда из Российской империи, освобождение от всяких налогов и тягостей на разные сроки, беспроцентное ссудо на 10 лет и другое. Прокатившаяся по Европе семилетняя война смерчем прошлась по германским землям, доведя людей до полной нищеты. Поэтому многие из них охотно откликнулись на российский манифест, обещавший переселенцам достаточно благополучные условия существования. В 1763 году был выбран сухопутный маршрут через территорию Богемии, Пруссии и Польши. Но от него быстро отказались, поскольку провоз на лошадях в несколько раз превышал затраты на транспортировку водным путем. Точкой отправления следующих групп колонистов стали портовые города Балтийского и Северного морей. Более 30 тысяч приехавших на Волгу переселенцев превратились в несколько сот тысяч немецких жителей Поволжья, а сотни разоренных бунтами и набегами колоний дала жизнь многим цветущим поселениям. За редким исключением поток колонистов на Волгу прекратился к началу 70-х годов XVIII века. Именно при Екатерине Алексеевне началось переселение немецких колонистов на свободные земли Поволжья и позже – Северного Причерноморья. Многие из этих крестьянских семей оставались в местах своего первоначального проживания на протяжении более чем полутора столетий, сохраняя лютеранскую или католическую веру, немецкий язык в законсервированном по сравнению с немецким языком Германии виде и другие элементы национальной культуры. Потомки первых переселенцев в наше время продолжают чтить свою национальную культуру и сохраняют память о своей истории для будущих поколений. Продолжение следует...